Если вам больше 16, вы можете легко присоединяться к нашей программе Да, если вам меньше 16, кофе не для вас Это вредный напиток И как мы говорили сейчас в анонсе, да, я Дмитрий Левицкий, все такое, все так оно и есть Сегодня вторник, программы Рестораторы, все как обычно И как в анонсе мы говорили в конце нашего утреннего шоу, что сегодня наш разговор будет о кофе О людях, которые делают кофе и вообще, что происходит на кофейном рынке В гостях у меня сегодня две очаровательные девушки, Анна Цфасман и Ольга Мелик-Каракозова Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, да Оля напоила нас с утра уже вкусным кофе Все хорошо, мы умиротворены, готовы к разговору Вот, и мы тут сегодня сейчас вот до эфира начинали думать о том, как же вас представить И вот продюсеры со слов моих гостей написали, что у меня сегодня в гостях соучредители Нового кофейного проекта «Бабушка Бэтмен» Ну, интересная история Ну, к бабушке мы и дойдем до бабушки Давайте мы там, да, до бабушки еще доберемся Анна была у меня уже однажды в гостях в этой студии На позиции, как должность твоя звучала? Управляющий директор сети «Кофеин Кофеин» Управляющий директор сети «Кофеин Кофеин» А Ольга работала в этой же сети, как называлась должность твоя, Оль? Я была шеф-бориста Шеф-бориста Да, у нас вообще между собой, мы назывались звездами, я была звездой Ага, то есть ты называлась звездой и просила других называть тебя звездой Я понял Инициатива не моя была, но факт, да, статья факт То есть на визитке у тебя была написана звезда? В мегаплане было написано звезда Я понял Я видел твои портреты на входе в разные кофеины, где было написано, да, наша звезда работает здесь Ну, шутки шутками, дорогие друзья На самом деле, причина моя-то основная, почему я пригласил сегодняшних гостей в студию В том, что действительно меня потрясла новость о том, что вы покинули кофеин И произошло это, наверное, месяц назад или сколько, да? Месяц, да Месяц назад, и эта новость сквыкнула рынок, потому что действительно, ну, я думаю, многие кофейщики так зашушукарят, что происходит, почему, да, это происходит Поскольку я там, ну, сам знаком достаточно давно, и еще после первой встречи с ней перестал пить кофе с сахаром Послушав человека, который, действительно, болеет, да, своим делом и болеет за кофе, болеет за продукт Ну, Ольга, персонаж, в принципе, известный в отрасли, чемпион чемпионов Сейчас мы попросим еще рассказать, Олю, про то, кого она побеждала, где и как в каких соревнованиях Вот, поэтому, когда такие люди покидают компанию, ну, всегда интересно собрать скандалы, интриги, расследования Что происходит, да, почему и что творится вообще на кофейном рынке, да Частная ситуация в кофеине или в виде, как колбасит тот же кофе-хаус, там, в последнее время Которые чуть ли не кальяны вводят, там, у себя в своих кофейнях и суши, и что там только нету Ну, как-то странно, и кажется, честно говоря, что не все ладно вообще в целом на кофейном рынке Что какая-то ситуация не очень понятна, и зачастую люди, там, спрашивают, там, консультации А что вообще вкладывать в кофейню, открывать кофейню, не открывать кофейню Это не мой бизнес, я мало в нем понимаю, вот с профессионалами хочется поговорить Но для начала, как у нас по традиции, я уже говорил, да, мы начинаем с вопроса Ты кто такой? Ты откуда вообще пришел? У нас в студии были разные рестораторы, кто строитель, кто рекламщик, кто филолог Разные люди абсолютно, да, занимаются ресторанным делом Давайте и моих сегодняшних гостей, мы тоже с вами, дорогие радиослушатели, спросим Как они даже до жизни такой, почему они занимаются тем, чем они занимаются Ань, ну давай с тебя начнем Ты по образованию кто? Я по образованию экономист Все очень банально И я училась в Международном университете И до сих пор очень благодарна там, этому выбору, который я в свое время сделала совершенно случайно Потому что этот университет на тот момент был первым частным заведением в России И у нас были совершенно волшебные преподаватели Университет имел большое количество денег и имел возможность в то бедное время, тяжелое Платить зарплаты действительно уникальным специалистам И поэтому нас учили мыслить немножко по-другому Нас учили, с одной стороны, очень серьезно и фундаментально А с другой стороны, все-таки в сторону бизнеса склоняли всячески Поэтому уже со второго курса, мне кажется, все, кто хотел что-то сделать в жизни, уже начинали работать Хотя было очень тяжело, но работали Я работала в гостиничном бизнесе, до сих пор его очень люблю И мне кажется, мечтаю где-то в тайне, что у меня когда-нибудь будет гостиница на берегу итальянского побережья Но это не относится, конечно, к делу После этого я работала в компьютерной сфере недолго, в маркетинге А потом ушла в студию Лебедева, о чем тоже не жалею Потому что в тот период, когда я там работала, там была уникальная команда Сейчас она стала еще более уникальной, я уверена, она выросла еще больше Но я там проработала семь с половиной лет Семь лет ты работала в Лебедево? Да, я с большим удовольствием вспоминаю это время А что ты делала там? Я пришла туда менеджером проекта, потом со временем выросла до директора по развитию Занималась в основном тем, что привлекала еще больше денег в компании Для того, чтобы компания могла делать отличные проекты, не думать о том, сколько они стоят в себестоимости Поэтому это было совершенно замечательное время, его очень люблю Потом у меня был небольшой совершенно период работы в Кока-Коле После этого я уехала в Лондон и вернулась уже в Кфим Это случайное обстоятельство? Знаете, в моей жизни, на самом деле, очень много вещей происходит совершенно случайно И я всем этим вещам очень благодарна Мне кажется, все, что в моей жизни происходит, это все всегда, очень правильно, вовремя, точно и только к лучшему Но ты полюбила кофе до начала своей работы на кофе? Нет, конечно Или ты начала начала работать в кофе, а потом его уже полюбила? Да, я, безусловно, являлась обычным потребителем Я любила с утра выпить там что-то с молоком, да, и совершенно, конечно Но единственный вопрос, который я всегда задавала, это арабика или не арабика Это все, что я знала, и мне этого было достаточно Когда мы начинали в кофеине работать, мы варили какую-то ужасную вещь Там было, мне кажется, 20% робусты Но мы очень быстро с этого пути свернули на очень правильные рельсы Сколько лет ты в итоге кофеину отдала? 4,5 года Я очень постоянный человек Я понял, и сеть сколько открывала точек, со скольки начиналось и сколько закачивалось? На самом деле не такой простой вопрос У нас, когда мы начинали кофеину уже нового формата У нас было определенное наследие, которое было от Дони Доника Поэтому там часть точек осталась, часть перебрендировалась, часть закрылась Поэтому очень сложно сказать, сколько было, сколько стало Но сейчас кофеинов уже почти 30, насколько я знаю, если я не путаю А начинали мы, ну, наверное, у нас там 2-3 было тех, которые до сих пор живут и чувствуют себя хорошо Я понял, хорошо, Ань, спасибо большое Ольга, к твоему творческому пути Как тебя вообще в эту историю занесло? Слушайте, ну у меня как-то все попроще Так Я просто шла и искала себе работу У меня было 18 лет Мне надо было скорее рулить из дома И все, я пошла работать в кофейню Ага, в какую? Это был зен-кофе на Камергерском Я там отработала, мне кажется, год Мы там, ну, нет, на самом деле мы кофе там варили Действительно, просто вопрос, как мы это делали И как мы к этому относились, конечно, совершенно не как к нормальному напитку А потом меня позвали работать в кофеманию Вот я была в числе тех первых там семьи бариста, которые вот открывали кофеманию И кофемания проработала довольно долго В ней я проиграл свой первый чемпионат И это, наверное, то, что меня так вовлекло Ага, чемпионат России, ты имеешь в виду, да? Да, я там заняла, да, третье место Вот, мне щелкнули по носу Я вообще шла туда, конечно, побеждать А тут на тебе, целых два человека меня обошли Ага Вот, и потом я, мы, я и еще вот два моих коллеги Мы ушли из кофемании и открыли собственное дело Мы стали обучать людей варить кофе Вот, помогать кофейню открывать И заодно, ну, все то, что мы выручали на эти, вот, за обучение Мы вкладывали в себя Мы очень много ездили, много путешествовали, жили очень Мы простенько и бедно Вот, у нас было такое голодное студенческое время Но зато, за это время я успела два раза выиграть чемпионат Вот, и мы очень многому научились Вот, а потом меня позвали работать в кофе Слушай-ка, скажи, пожалуйста, сейчас про до кофеина доберемся Почему кофе-то? Это, вот, Оль, для тебя, это тоже течение обстоятельств? Если бы там в Камергерском была китайская чайная Ты бы сейчас была специалистом по чаю? Мне кажется, она там была Но... Если бы тебя не взяли, то она работала или что? Нет, ну, как-то так просто получилось Мне казалось, что в кофейне очень хорошая атмосфера Но я, на самом деле, я не пила кофе до того, как я туда пришла И, наверное, еще не была за границей, не видела эти кофейни Нет, я как раз уезжала в Австрию Я жила в Австрию там какое-то время Но как-то все равно кофе, он как-то кофе и кофе он был Я даже, мне кажется, и в Зайне-то особо его не пила Нет, мы пили там два шарика мороженого Много всяких соусов и кофейку чуть-чуть плеснуть Вот это было А когда же вот этот появился вкус-то к этому делу? Мне кажется, вот в кофемании мы стали по-другому его готовить В кофемании воскладывали, наверное, да? Да, вот обучение мы прошли, да Самый первый состав к нам там приезжали Тогда мы узнали о том, что кофе можно вообще по-другому готовить А потом как-то дальше мы стали развиваться, ездить И вот тогда, мне кажется, стали открываться глаза вообще Тут такой огромный мир, столько всего бывает И со временем мы вообще отказались от молока Вот вы пока только от сахара Я, да, пока только от сахара Просто заменили его на сгущенку, подозреваю Не надо так, нет, я учусь Вы убиваете во мне ученика и последователя Нет, я честно пью камни Я порой пытаюсь пить эспрессо даже без молока И что-то такое пытаюсь чувствовать Вот совсем, мне кажется, высший пилотаж Это когда отказываешься от эспрессо тоже Начинаешь пить большие чашки черного кофе Вот, заваренные тем или иным способом То есть эспрессо это уже не алетом, это уже не модно Ну вот, я вот последние дни повторяю уже много раз Что-то, мне кажется, мы же не пьем сиропы Мы же не пьем эссенции Мы их всегда чем-то разбавляем И эспрессо, мне кажется, он был создан для того, чтобы Точнее он со временем стал базой для напитков Но, мне кажется, эспрессо сам по себе Это не самый вкусный напиток Давайте признаем это Все, дорогие друзья, заканчиваем заставлять себя пить эспрессо Хорошая история Скажем, напоследок в кофеине В итоге сколько ты отработала рука об руку? Без меня они полтора года работала Потом позвала меня и три года мы вместе отработали А вы до этого не были знакомы? Нет Нет, слава богу То есть, Ань, ты ее там хантила просто как специалиста Вы знаете, на самом деле, наверное, процесс не был похож на хантинг Потому что, когда творческие люди делают собственный бизнес Не имея рядом с собой грамотного управленца У них обычно все очень интересно и бурно Но с нулевым финансовым результатом То есть, у вас тандемт творческого человека и экономиста Который все считает деньги Хорошо, будем в этом разбираться Послушаем новости и продолжим наш интересный разговор Левицкий Дмитрий, программа Рестораторы В гостях у меня сегодня Анна Сфасман и Ольга Мелик-Каракозова Бывшие сотрудники сети кофеин А ныне с учредителями нового кофейного проекта Бабушка Бэтмен Поговорили про их путь в искусстве Как они добрались до кофе Действительно, многом случайным образом Все это произошло Да, я традиционно забываю, дорогие слушатели Для вас назвать способ связи с нами Звонить вы можете Код города 495-6510-99-6 Пожалуйста, звоните Если вопросы у вас есть к нам Можете вполне их озвучивать Сайт Финам.фм, форум нашей программы Пожалуйста, там можете оставлять вопросы Либо смс на номер 5533, начиная с буквы Я Дальше пробелы, ваше сообщение Пожалуйста, тоже присоединяйтесь к разговору Все, что вы думаете о кофейном рынке Москвы И не только Москвы Если собираетесь открывать кофейню Или закрывать кофейню То, пожалуйста, любые вопросы можете нам адресовать Попробуем в них сегодня разобраться Итак, давайте поговорим Вот Про вашу работу в кофейне Для меня лично, как человека не слишком посвященного В эту отрасль, кофеин всегда отличался И отличался именно тем, что вы делали ставку на качество напитков Прав я или нет? Вот то, что Может быть, с приходом как раз вот таких брендов, как Ольга И вы стали их пиарить там везде Стало это все появляться Вот у нас лучшие баристы И для меня Может быть, это просто маркетинг был, конечно Но для меня действительно Кофейн этим отличался Потому что там работают лучшие баристы страны И там стараются действительно делать хороший кофе И даже Алексей Савин, наш продюсер Да, небезызвестный в мире человек А он в свое время по секрету А он кофе так любит Говорит Дима, ты знаешь, кофеин там лучше всех Да, я, говорит, даже не Старбакс Хотя я там Человек, раб маркетинга Конечно, Старбакс для меня Просто как бренд там всегда сильнее был Но вот, говорит, кофе лучше кофеин Врал, наверное, не знаю Ну вот расскажите, да, что Что было в кофеине Какие ваши были цели, задачи Чем вы там, собственно говоря, и занимались-то К кофеина были глобальные задачи Построить модель, которую можно тиражировать на всю Россию И это может быть за ее пределы А есть же уже, да? Франчайзинг, да, есть и причем очень успешные И все совершенно замечательно С одной стороны С другой стороны, мы, когда были на рынке Когда появились Уже существовали Те или иные модели, которые так или иначе работали Плюс Старбакс стал активно развиваться Коста Кофе и так далее Нам нужно было создать себе некое четкое Конкурентное преимущество Мы, на самом деле, создали не одно Справедливости ради У нас, помимо кофе, у нас было еще много Хороших, совершенно четко описываемых преимуществ Которые считывались не только нами изнутри Или там маркетологами Но и обычными людьми Мы старались создавать другие интерьеры совершенно Мы старались Атмосферу, ну, пытались создать, да, какую-то иную Мы старались делать какие-то вещи Которые на тот момент кофейни не делали Мы поддерживали молодых дизайнеров Мы участвовали в каких-то мероприятиях Разного, совершенно разной направленности То в неделе моды, то в каких-то скачках То в гольф-турнире что-то мы там варили и так далее То есть мы очень много еще делали дополнительных усилий Для того, чтобы бренду придать силу Потому что тиражировать то, чего нет Четко описываемой, не знаю, материи Да, очень-очень тяжело Вот, и, естественно, важной составляющей у нас был кофе И именно благодаря этой идее у нас появились в команде Люди, которые этим занимаются профессионально и серьезно Ну, на тот момент, как им казалось С тех пор мы прошли, на самом деле, очень большой путь И очень многое изменили Очень многое мы изменили По сравнению с тем, когда мы начинали вот три года назад Тему кофе активно развивать и изучать Мы сейчас между тем, что было тогда и тем, что и сейчас Просто пропасть Мы этим гордимся, да Оль, правда ли все это? Да У меня тут пистолет Я понял, что ты чем занималась, как шеф-бариста? Меня когда позвали работать в кофеин, то у меня стояла задача, чтобы во всей сети готовили вкусный кофе Вот, мне для этого, безусловно, дали, конечно, карт-банш Вот, у меня была отличная команда ребят, которые работали со мной Мы собрали тогда всех очень хороших бариста Вот, кто-то прижился, кто-то потом ушел Но в итоге, вот, за три года у нас, конечно, платилась очень сильная команда Которая вообще, мне кажется, и Starbucks бы сумела поменять за три года Вот, было бы желание Вот И мы действительно все эти три года Меня очень поддерживали в компании Мне, и опять же, мы много ездили, мы много учились И мы стали сами жарить, мы стали сами покупать зерно, сами его выбирать И это то, что я не делала до этого И то, что мне позволило очень сильно вырасти профессионально И вместе с моим профессиональным ростом мы очень сильно подняли качество в кофейнях Мы шагнули, конечно, вперед Мне кажется, мы создали тот рынок, которого до этого не было, в общем, качественного кофе Слушай, ну а как с людьми-то быть? Вот самый больной вопрос же, это люди, да? То есть, ну, может быть, там Ты можешь быть суперзвездой, да? Ты можешь там привозить отличный кофе, жарить его, молоть Но в итоге все же делает ручками человек, который стоит там за стойкой Да, и в этом, мне кажется, самая основная проблема И текучесть персонала, и Ну, все-все-все-все-все, что Традиционные проблемы для этого бизнеса Ну, там действительно ручной труд У вас же там не машинка, да? Ты кнопочку нажимаешь, и оно там полилось, да? Ну, в кофейне по-разному В кофейне, на самом деле, не так много ручных машин Достаточное количество есть и Довольно современных, и очень Хорошо справляющихся своей задачей Суперавтоматов Где действительно просто кнопка и так далее Для этого есть экономическое обоснование Вполне себе резонное И это не связано как раз с текучкой кадров Это связано, скорее, с тем, что Можно меньшим количеством людей Обслужить большее количество народа Ну, по крайней мере, есть такая парадигма В экономике Другое дело, что есть там другие страны Которые мы смотрим Которых на ручной машине Обслуживают намного быстрее Чем мы на, там, в России Там на суперавтомате Или на ручной машине Тем не менее Мне кажется, что основная проблема Мы как раз не в кадрах Потому что, с одной стороны У нас рынок совершенно дикий У нас профессии как таковой нет То есть я не могу дать сейчас объявление Газету Требуется бариста То есть сейчас-то я могу Но вот глобально Если бы мы как большая сеть Дали объявление Требуется бариста К нам бы пришли люди Которым нам бы все равно Пришлось учить Потому что Нет рынка То есть, например, в Австралии Дай вы объявление У вас была бы очередь Людей, которые умеют Которых не надо много вкладов Вам только нужно Объяснить свою философию Что вы хотите делать И они встали И начали варить Причем, может быть, они будут варить Лучше, чем ваши уже текущие сотрудники Может быть Понимаете? То есть уже есть рынок То же самое в Штатах Это сложившееся Профессиональное сообщество Бариста В России пока Их просто очень мало Даже в Москве То есть дать объявление Вы никого не наймете Профессионала действительно не наймете Поэтому Мы создавали эту профессию Как таковую Мы учили Обучали ребят Тащили их И вот в прошлом году На московском чемпионате Мы заняли первые восемь мест Например Серьезно? Абсолютно Первые восемь мест Заняли ребят из кофеина В этом году мы выиграли чемпионат Называется Бариста Лиг Вот это случилось Прям совсем недавно Я говорю мы Потому что они все Мне очень дороги Я их очень люблю И я ребят Искренне совершенно поздравляла Потому что они Среди всех Там соревновались Практически все кофейные компании Вот И они заняли первое место Я считаю Это показатель Действительно нашей работы Трехгодичной Каторжной работы Для того чтобы поднять Поднять общий рынок На определенный момент Я на самом деле Хорошо Аня Спасибо Я все-таки Ольгу Хотел спросить И хотел спросить ее Да Именно вот про Отчасти про профессию Поскольку она Этой профессией Обладает В большей степени Из всех нас устрелящих А вот кто В конкурсах участвует Да Вот Кто эти люди Которые Участвуют в конкурсах Вот здесь же В российских Насколько Действительно Уровень людей Которые там участвуют Он вот с международным Ну хоть что-то Поход Потому что Я знаю по барной индустрии По большому счету Все то же самое Да Профессиональные бармены Ну такая же тема Да Я смотрю как Проводятся конкурсы У нас там Да Лучше выбирать лучших барменов И я понимаю Что это люди молодые Они только растут И уровень их вот Может скакать Там от нуля Там до До какого-то высокого Есть какие-то частные Звезды маленькие Да Тут мне рассказывали Международные Специалисты Что выезжают наши ребята На международные турниры Ну и смотрятся настолько Блекло Что в общем Ну как-то в общем Даже и неудобно Но другой стороны Других то и нету Пока Оль Ну вот скажи мне Ты как участник Конкурса Победитель конкурсов Действительно Вот с точки зрения Твоих Своего взгляда Да Вот это по сообществу Борис Это растет Или только вот один кофеин Занимается А все остальное Это в принципе Растет Спасибо Ну мне кажется Что за последний год Это конечно сильно вырос Но опять же Мне кажется Мы сильно взбаламутили воду До этого все было довольно просто Чтобы победить Нужно было взять кофе Чуть получше Чем остальные Вот Можно было Достаточно было просто Позвонить своему другу В Норвегию Сказать Друг пожалуйста Пришли мне кофе Вот Он присылает Ты просто на нем выходишь Выступаешь И побеждаешь Просто потому что Ну настолько ничего нету У других В кармане Что ты Сильно отличаешься И выигрываешь Вот Сейчас Ну все-таки Уже Кто-то Что-то делает Смотрит Как это бывает И все-таки Есть какое-то разнообразие Уже не просто Выступает на 100% На арабике Вот ты мне скажи Пока Аня нас не слушает Вот Аня там Говорит Что машина Автомат Нисколько не портит Игру А мне кажется Ну как-то Совсем уж как-то Как можно воспитать Чемпиона Который Всю жизнь работает На машине Автомат Ну Да Наверное Это конечно Конечно Это был Большой рубец Вот И было непросто Ну как-то То что есть Суперавтоматы В нашей сети Вот Ну да И чемпионов Из этих кофеин У нас не появлялось Это правда Но в целом Они готовят Сносный кофе И потом Мне кажется На самом деле Важно Все-таки Какое зерно И мне кажется Сейчас для меня Это даже важнее Чем то Как его готовят Ага И в целом Сейчас все Все тренды Мировые Это уже Уже все давно Научились готовить кофе В этом ничего сложного По-хорошему нет Нужно просто правильно заварить Это правильное соотношение кофе Воды и времени И помола И все А то Какое зерно Ты используешь Намного важнее И из плохого зерна Вкусное все равно Не сделаешь Вот А из очень вкусного зерна Даже если ты его Не очень хорошо приготовишь Вот у нас сегодня Были разные чашки с утра Все равно Будет вкусная чашка кофе Она может быть Прям великолепной Может быть просто хорошей Вот Может быть очень хорошей Но в целом Мне кажется Основное закладывается В полях Когда кофе растет Вот И поэтому Мне кажется Даже суперавтоматом Если зерно первоклассное То оно все равно Будет вкусным И вкуснее Чем где бы то ни было Вот просто можно Как говорят кулинары Что хороший продукт Сложный испортить Ну его можно Безусловно Но действительно Сложнее Из плохого куска мяса Приготовить Что-то стараться Что-то вкусное А хороший кусок Ты его взял Сварил Пожарил Если ты там Если ты ничего с ним Особо делать то не надо Он сам по себе хорош Да Не надо особых усилий Прилагать Ты знаешь Ну вот Честно говоря Сейчас вот Я даже задумался И по поводу своей Сети Может быть Мне заменить Все это дело На автоматы Да и не пытаться Что-то такое Выдумываете Здесь можно я С своей экономической точки зрения Влезу в вашу сеть Скажи Это мне особенно интересно Да Как любителю денег Больше чем любителю кофе Я искренне полагаю Что кофе сваренный вручную Можно продать дороже Чем из автомата Поэтому если Дело в том Что у нас сейчас пока В России В Москве в частности Цена на чашку кофе Совершенно несправедливая С чем это связано Дело в том Что всем известно Что кофе высокомаржинальный продукт Но у нас сейчас в России Например там За 100 рублей Можно выпить Как эспрессо нормальный Совершенно Так и эспрессо Который Ну стыдно подавать Ну то есть Тот кто его подал Должен пойти и повеситься А уж тот кто Этот кофе поставил В этот конкретный ресторан Ну я считаю Просто будет гореть В кофейном аду И жарить на топере Как мы теперь знаем Поэтому Ань подожди Нам надо прерваться На новости Послушаем Кто там сгорел на топере За это время И мы продолжим новости Да Левицкий Дмитрий Заваривайте себе Очередную чашечку кофе Мы тогда продолжаем Наши кофейные беседы Анна Цфасман Ольга Мелик-Каракозова У меня в гостях Все учредители Нового кофейного проекта Бабушка Бэтмен Ну а все регалии Уже лень мне снова Ваши перечислять Уже два раза перечисляли 495 Код нашего города Который называется Москва 6510996 Телефон нашей эфирной студии Сайт Финам.фм Форум нашей программы Для ваших вопросов Или смс 5533 Начиная с буквы Я Ваши сообщения Пробел Потом Говорить Все что хотите сказать Какие-то вопросы приходят Пока не очень интересные Но Оставим для них время Может быть Почитаем В конце Я закончу свою мысль Ты закончишь свою мысль Сгореть нам всех На вот этом плохом приборе Для обжарки Так Нет Мысль была не в этом Мысль была в том Что на Вручную приготовленном кофе Хорошем Можно заработать больше И по-честному Если рынок выстраивать То кофе Приготовленный С помощью суперавтомата Должен стоить дешевле Чем кофе Приготовленный Из тех же ингредиентов Но приготовленный вручную Глобально Мы ждем Когда рынок Наконец изменится И выровняется Ценообразование Потому что сейчас У нас одинаковая Абсолютно во всех сетях Во всех ресторанах Цена на этот напиток Все друг на друга смотрят И повышают потихонечку цены И продолжают продавать Пока потребитель Не начнет возвращать Некачественные напитки Обратно бармену Конечно Ничего не поменяется Но рано или поздно Мы своим титаническим трудом Этого добьемся Ну вот например Если вам Пережарят мясо Вы его вернете Вы не будете его жевать И изображать улыбку А кофе вам принесли Вы возьмете и допьете Хотя вы заплатили за него немало денег Надо возвращать Надо возвращать обратно И требовать Чтобы вам подали тот напиток За который вы заплатили Свои 200-300 А иногда И больше денег Я понял Ну вот К пикантной теме Тогда мы к вам подходим Пока вы работали в кофеине Наверное возможности ваши были шире По изменению рынка Сейчас-то чуть будет сложнее Так все-таки вопрос ребром Что случилось-то Все так сладко шло И все развивалось И все хорошо И кофеин был лучшим И сделал большой рывок И на кого же вы его теперь бросили? Давайте будем честными Мы его не бросили И команда там есть Прекрасный директор по маркетингу Всем известный Очень хороший маркетолог Там есть операционный директор Там очень много кого осталось Очень сильных С точки зрения построения Дальше компании ребят Поэтому сказать Что там у кофеина Какие-то вдруг начались Не знаю Вот я часто сталкиваюсь С таким вопросом Что все Почему все Прекрасная компания Сильный бренд Все там хорошо Развивается Берет новые помещения Будет больше кофеинов Открываться и так далее Да Поэтому Насчет влияния Я вам могу сказать Что я как раз с вами Сейчас могу не согласиться На опыте Который я получила За этот месяц Дело в том Что пока мы были в кофеине Для большинства игроков рынка Мы были конкурентами Вот нравится или нет Нас Ну не очень любили Опять же Ольга два раза подряд Выиграла чемпионат И Мы все время Об этом говорили Мы всех этим замучили Немножко Что мы самые лучшие Да Мы в это четко верили Это был для нас не маркетинг Мы этим жили Но Конечно к нам относились так Вот Ну Может и здоровались Не все Вот Но Конечно нас не воспринимали Как тех С кем можно На партнерских Каких-то взаимоотношениях Идти дальше Развиваться Потому что мы конкурировали За места конкретные За сотрудников И так далее Сейчас мы оказались В ситуации Как раз Когда мы можем Разговаривать С кем угодно С нами подходят Сами здороваются Улыбаются На самом деле Не понимаешь Насколько изменился мир Все таки Не будем там лукавить Да Не для того Чтобы с тобой здоровались Ты входил В конце концов Из кофеина Все таки Да Какая причина была Почему ты решила Что тебе будешь С компанией не по пути Я не говорю Что там стало плохо Я совершенно Это не имею ввиду Безусловно была Для меня В какой-то момент Стало очень важным Иметь право Самой принимать Все абсолютно решения От маленького решения До основного До любого решения Для меня в какой-то момент Это стало абсолютно Принципиальным вопросом Вот И для того Чтобы это иметь Нужно иметь Конечно свою компанию В противном случае Это все будут Игры разума Ага То есть какие-то решения Не давали тебе принимать Которые тебе хотелось Ну было бы странно Если бы у управляющего директора Была стопроцентная Как сказать Власть принимать Любое абсолютно решение Это было бы очень странно Я понял И первое решение Которое самостоятельно приняла Это забрать Ольгу Тоже из кофеина Раз уж такие дела Раз уж теперь Я в своей компании Могу принимать свои решения Позвоню-ка я Шеф-бармен кофеина И говорю Пойдем-ка со мной Ольга ушла Немножко раньше Чем я Сейчас давайте Выясним Ольге Ольга На несколько часов Глаза смотри На несколько часов Вот что-то лукавят сидят Мне кажется Мы конечно С Аней Ну вот В смысле качества Мы мыслим одинаковые Оно это конечно Ну мы единомышленники И Ну Аня С экономической точки зрения На все смотрит А я смотрю Как бы с астероидной точки зрения С астероидной Вот для меня Ну вот для меня Принципиально важно Что то чем я занимаюсь Это вот лучшее Что я могла бы сделать Ну так как ты рассказываешь Тебе в кофеин Дал все возможности Все сделать Как ты хочешь Полный кармбланш В какой-то мне сказали Что ну Мы немножечко перегнули палку И Ну можно как бы попроще Вот Ну а я Я уже избаловала Свои рецепторы Ты знаешь сначала Тебе разбаловали Да А теперь Когда ты такая Стала разбалованная Вот Они говорят Закатай-ка ты назад Вот Ну А тут я подумала Ну раз у меня есть Одиномышленник И мы могли бы Может быть Вместе принимать Все решения И Аня смотрит так Что шансов у тебя Немного Поскольку у меня Астероидная точка зрения То да Вот Но мне кажется Ну как бы с моей Как бы У меня это Хат с краю Вот Я как бы Так все это Виделось То есть ты как шеф-бариста Где тебе больше свободы Там тебе Где полету больше Там тебе и комфортней Мне просто хочется Заниматься лучше Чем Что можно было бы сделать Я не понимаю Зачем мне Заниматься Средничком Мне Вот мне всегда Нравилось Все самое лучшее И собака У меня Самая красивая Да что ты Об этом будет Наш Следующая программа Можешь Позвать ее в студию Не вопрос Отлично Хорошо Давайте двигаться дальше Ну что ж Ладно Бог с ним Будем надеяться Что у кофеина Все будет в порядке И с качеством И с количеством И сеть Свои позиции Тем самым Не потеряет Хочу узнать Ваше мнение Ань Ну наверное Больше у тебя По поводу В принципе Экономики Кофейного бизнеса Сети кофеин Самый заманчивый Сегмент Для многих людей Непосвященных Поскольку вроде как Минимальные инвестиции Не надо морочиться С кухней И для многих людей Которые хотят Заняться чем-то В ресторанной Нашей сфере Открой-ка я кофейню Там же все просто Что там Ни еды толком Ничего Варишь кофе И варишь кофе Я смотрю Как колбасит На самом деле Кофейные сети Последнее время Ну я Имею ввиду Там самые наши Центровые Шоколадницы Кофехаусы Ну колбасит С точки зрения Того что Введение в меню Там уже Настолько далеких От кофе позиций Да И Сушь, кальян, дискотека Все начинается Под крышей Там Кофейных сетей Что для меня Вик человек Непосвященного Наводит на мысль Что наверное Может быть Это не самая Хорошая экономика В принципе Экономика Сетевой Кофейного бизнеса Не самая прикольная Много всего говорят И про Косток Кофе Что их судьба В России Не так безоблачно Как в общем-то Там затевала С Росинтером Изначально Не знаю Правда нет Вот спрашиваю У тебя изнутри Кофейная сеть Насколько вообще Интересная затея Кофейная сеть Очень непростой Организм Да Потому что Вот Это мнение Что можно Открыть кофейню И ничего не делать Просто улыбаться И варить кофе Это конечно Большое заблуждение И именно потому Что это заблуждение Существует Туда потом приходят Суши Кальяны И танцы со звездами Потому что как-то Надо жить на что-то Да Безусловно Нужно Выкручиваться Ты же не танцуешь Нет Поэтому Экономика кофейни Не предполагает Сверхдоходов Это тоже нужно понимать Там нет Безумной рентабельности Которая Я не знаю 50% 100% Годовых Нет Нет таких цифровых Людям кажется Именно потому что Ты говорила Тебе стоимость чашки Эспрессо 15 рублей А продажная цена И кажется Наценка огромная И должен быть бизнес Гипердоходным Люди не понимают Что надо цистернами Продавать этот кофе Чтобы Количественно Есть нюанс Нюанс заключается В других дополнительных Расходах Которые есть Для того чтобы Открыть кофейню Нужно платить аренду И если мы хотим поток Мы попадаем На очень Очень высокие ставки У метро Более того Мы Если мы хотим кофейню С посадочными местами И с какой-то Минимальной хотя бы едой Ну там Сэндвичи Или что-то сладкое Нам нужно Приличное количество Посадочных мест И получается Что кофейня Берет под себя Там 150-200 метров Платит Миллион аренды Вот просто сразу Миллион До свидания Для того чтобы Обслуживать 200 метров Нужно персонал Не 2 человека Как некоторые думают А чтобы нормально Обслуживать 5-6 человек Должно быть точно Постоянно Иначе будут проблемы С сервисом Гости будут жаловаться Еще что-то Как только у нас Есть посадочные места Возникает сразу Очень много вопросов Потому что Миллион на аренду Персонал Все это надо отбивать Тогда начинает А давайте ведем Бизнес-ланч А как же борщ Ну да Если уж есть посадочное место Надо что-нибудь продать Еще кроме кофе А то он сидит С чашкой кофе Там целый час Пусть И все это превращается На самом деле В ад для владельца Бизнес Поэтому если есть бренд Сильный Нормальный То все более-менее хорошо Опять же Когда идет активное развитие И вы постоянно берете Новые места Никто не обладает 100% предпринимательской интуицией Чтобы точно сказать Вот это место С первого дня заторгуют Или возможно Только через год Оно выйдет Хотя бы на ноль Или там на небольшую прибыль И в сети Когда вы открываете 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 У вас там есть некий баланс Да А когда у вас только одна кофейня К примеру Если вы не угадали Ну все Вот приехали А опыт Не всегда даже опыт На тебя работает Иногда есть места В которые Там опытный человек Не очень верит А кто-то рискует Работает усиленно И она хорошо себя чувствует А есть места Которые все абсолютно верят А оно год ползет 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 И никуда не выползает Поэтому кофейный бизнес Он с одной стороны привлекательный Но насчет маленького количества инвестиций Это я не согласна с этим Кардинально На самом деле Если открывать хорошую Там 200-250 метров кофейню Вы очень много потратите денег Ну имеется ввиду Что в сравнении с рестораном Тебе не нужно тепловое оборудование Вытяжки Вентиляции Все равно нужны Вытяжки Вентиляции Ну нужно Не столь большая экономия Действительно Ты все равно заходишь в ремонт Все равно ты Больше сейчас платежей Ты все равно платишь Вот я бы предпочла Вот вы недавно были в Америке Там огромное количество кофе-баров И это то, что мне интересно развивать Я хочу в Россию принести вот эту культуру Которая сейчас по миру набирает просто колоссальнейшие обороты То есть не просто чуть-чуть Да А это бум такой Зарождающийся Как снежный ком И города прям Потихонечку так вот захватываются Этими Такими кофейнями Это кофейни Они небольшие Там нету гигантского количества посадочных мест Да Но там занимается кофе во всех его проявлениях То есть все способы заваривания есть Разные эспрессо-смеси Разный кофе То есть если вы реально хотите кофе Вы туда приходите Вы выбираете то, что вы хотите Если вы хотите поесть Вы идете в соседний кафе Ну вот это Да Извини, что перебиваю Это мы уже к бабушке перешли Это вот бабушка Бэтмен Это вот то, что вы сейчас там Да, планируете делать И давай тогда мы вот это Разграничим наш разговор Окей, прошлое останется в прошлом И бог с ним, да Я напоследок дам вопрос к тебе Вот как ты предрекаешь Ну, бог с ним Кофеин оставим, да Вот шоколадец, кофе-хаус Коста-кофе Мне кажется Вот честно сказать там, да Что часть из них скоро покажет нам Помашет ручкой И в принципе И будет пепелище такое, да Нет Ну просто тебя забудут про это Да и все Я не думаю, что совсем помашет ручкой Точно трансформируется Попытки сейчас предпринимаются Ну, относительно как раз российских сетей Предпринимаются Какой-то пивной, кофейный Дом что-то делает Ну это бред уже вообще Ну то есть это все, мне кажется Шоколадница совсем уходит, мне кажется В режим кафе Ну да Не кафе, не кафе И тогда вы уже сами с ними разбираетесь Вкусно они там готовят или нет Я не знаю Ну вот, а получается готовить тоже не могут Кухни-то нет Это вам виднее, я не знаю Не, у шоколадницы где-то есть кухня Ну у них фабрика, они все это разводят Ну это, конечно, тяжело Понятно, что что-то трансформируется С другой стороны, такие бренды международные, как Коста Кофе Я не очень понимаю, почему Коста плохо здесь стартанула Потому что она глобально от Старбакса мало чем отличается Ну только в Старбаксе арабика, а в Коста Кофе робуста Да, ну вот это на мой взгляд Такое вот Мне кажется, они сильно отличаются По атмосфере, мне кажется, они другие такие Ну это Америка, это Европа Слушайте, а есть в новостях что-то важное Или можем пропустить новости, нет? Ну ладно, новости, хорошо Да, это все еще мы Быстро летит час Присылали нам уже целую кучу вопросов Попросили меня продюсера еще раз назвать номер телефона По которому есть у вас шанс прозвониться В случае, если есть что сказать Да, Виктория, это для тебя 495, код города 651099,6 Пожалуйста, звоните Виктория будет принимать ваши звонки Про формат, который вы развиваете И планируете развивать, да? Бабушка Бэтмен Ну я так понимаю, что Давай про название Все нам, вот что бабушка Бэтмен Что за бабушка Бэтмен Так я понимаю, что от тебя это все-таки пошло, да? Да, на самом деле так дети прозвали мою маму Который сегодня день рождения Поздравляем Да, самый дорогой для меня человек Самый авторитетный во всем вопросам Поэтому все, что я делаю, я всегда примеряю на то Смогу ли я маму туда позвать И смогу ли я что-то для нее сделать Это уникальный человек Женщина потрясающего характера И очень ее люблю Вот искренне, мне кажется, как никого на свете Даже, мне кажется, ребенка меньше люблю Хотя это вряд ли Ее так прозвали дети Бабушка Бэтмен Вот, но, конечно, для серьезной большой компании Которая планирует зарабатывать много миллионов долларов Название, ну, хорошее Но, наверное, не совсем Я устала отвечать на вопросы Вы пошутили Поэтому мы решили его немножко трансформировать С помощью совершенно талантливого копирайтера Он предложил нам назваться Double B И, наверное, мы с этим названием и пойдем И будем себя чувствовать более уверенно Double B, а расшифровываться уже будет как... Только для своих Они будут знать, как это было Я вас понял Тогда давай еще раз про формат Я не знаю, или Оле дадим возможность рассказать Не, 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 вот они прекрасно про формат Ну, хорошо, давай Что это такое? Как это все выглядит вообще? Это называется... Классически это называется брюбар Когда есть стойка На которой есть эспрессо-машина Может быть, даже не одна Несколько кофемолок с разными Эспрессо-смесью Или сейчас модно не смесь Сейчас модно только с определенной ферми Чтобы там с определенной склона горы Чтобы было там засыпано С разными видами дополнительных всяких завариваний Харио, аэропрессы, кемиксы Все вот это модное, нарядное Чтобы вы, придя туда Могли действительно выбрать тот кофе, который вы хотите То есть вы сможете выпить там из любой страны Фактически с лучших ферм Вы сможете попробовать эспрессо Можете попробовать те или иные напитки Вот глобально это то, чем будет заниматься заведение Поэтому мне не надо 200 метров Мне достаточно 40 И не будет посадок Ну, посадки будут, но очень... Нет, посадки будут, но и будет очень мало Потому что это не для того, чтобы вы там сидели Проводили деловые встречи, собеседования Как очень часто бывает, да? Люди туда офис просто переносят Не для этого, это как раз для того, что Вот вы хотите с утра кофе И вы вот как увидели вот эту кофемолку У вас вот такие глаза А если у вас рядом с домом Вы, пройдя, вы знаете, вы придете Вам сварят вкусно, так, как вы любите Действительно, хороший напиток вам быстро отдадут И вы его выпьете, пойдете дальше Вы не будете с этим мучиться Вот просто этот кофе Он, с одной стороны, очень сложный, очень интересный напиток С другой стороны, довольно простой Да, и можно либо самому заморочиться Либо можно, пройдя мимо, взять Но просто хотелось бы, чтобы вы, проходя мимо Брали вкусный, хороший, качественный напиток Мы этим занимаемся Мы сами ищем зерно У нас потрясающие совершенно фермеры Которые с нами работают Они все качество уделяют огромное значение И лично контролируются Мы аккуратно его везем Мы его очень хорошо жарим Ольга этим занимается Слава богу, у нее опыт есть И вес в индустрии есть Не только здесь, в мировой Она, например, к этому чемпионату В мировом будет готовить итальянского чемпиона Ну так, на секундочку К вопросу о Италии и так далее Да, мы будем Вот Ольга будет заниматься его подготовкой Да что вы говорите Да, это вот Уровень Тренер-контрактник Фактически, да Но это признанные заслуги Мне кажется, это тоже важно За моцаралу Вот, поэтому Мы, наша компания такая целостная Мы можем и зеленое зерно поставлять И жареное зерно Да, и будем открывать там свои бри-бары Кофейно-чайные магазины В которых вы сможете купить хороший чай Действительно хороший Плантационный, настоящий, а не палки Да И кофе За которым мы действительно можем нести ответственность И мы очень любим свой продукт Поэтому мы действительно будем тратить много времени И денег на то, чтобы его найти И привезти И правильно его вам отдать Ага То есть, ну, все-таки основной бизнес Это будет, ну, сеть Или это будут поставки там В другие заведения, не знаю Как кофейные компании В принципе, мы, конечно, задумали Огромную кофейную корпорацию Понятно Поэтому мы, конечно же Поработить весь мир Да, поработим точно Пепелищишь будет еще А мы на этом пепелищи-то как Как птица Феникс Из чужого пепла восставшая Поработить Но мы хотим общий уровень кофе в стране поднять Поэтому, если вы обжарщик Да, мы готовы вам дать наше зеленое зерно Которое вы не можете себе купить Потому что вам контейнер Вы не можете его привезти Вам нужен мешок И вы с этим мешком будете два месяца колупаться Да, но зато это будет качественно зеленое зерно И вы сможете, как обжарщик Пожарив хорошее зерно Да, его продавать От своего имени Не надо нас нигде упоминать Пожалуйста Но мы имеем эту возможность вам дать Сейчас у вас нет такой возможности Слушай, но ведь этот проект достаточно Подразумевает серьезные начальные инвестиции И не очень скоро, наверное, выход Да, на как бы безобычность Знаете, я вам честно могу сказать Что вот эти инвестиции, которые нам были необходимы Мы получили довольно легко Ну, слава богу Слава богу, я думаю, что Я очень рада И очень, на самом деле, благодарна тем, кто в нас поверил И мы точно совершенно эти деньги не потратим просто так Понятно Нет, ну я имею в виду, что это игра все-таки в долгую Это же не вопрос того, что ты там раз Открыл там какое-то местечко, отбился Если вы собираетесь это все развивать Нет, конечно Мы хотим построить большую корпорацию Но только которая будет эффективно управляться В офисе будет там полтора человека, условно Слушай, ну сейчас расскажешь чудесную историю Мы тебя обязательно позовем в студию И Ольгу тоже Мы подъедем на бенте Я буду в офисе или нет Да, чтобы я и собака Вот, наверное, полтора как раз, да? Хорошо, ну давайте мы почитаем вопросы Потому что там вот они приходят нам все-таки сюда Какие-то я читать даже не буду Григорий спрашивает Оль, наверное, вот у тебя больше Ну-ка А сложно ли вообще научиться готовить кофе? Потому что каждый раз вот Григорий заказывает И не знает, что у него за напиток в чашке Сложно ли самому научиться вот быть бариста? Ну, для дома, мне кажется, не очень сложно Но мы обучаем, мы обучали в кофейне Около месяца человека Для того, чтобы его выпустить И то потом он еще контролировался очень жестко И мы смотрели за то, что он отдает Вот, но в случае для дома Выбирайте способы попроще Не эспрессо, не капучино Какие-то другие Аэропрессы Аэропресс очень просто Или харио Это элементарно Минуточку И он готов Ну, я сегодня видел Всего лишь нужны весы Секундомер Специальная машина А так-то, господи Минуточку Ну, вам для того, чтобы Яйца себе в смятку сварить Вы же, вот я засекаю время Вы не засекаете, нет? Вот, именно, чтобы они были то, что мне нужно Я засекаю время Я засекаю И у меня нормально За минуту должны подать Вот Кастрюлька там должна Ну, нормальная, да? Которая по размеру подходит Поэтому это просто Есть какие-то вещи, которые Ну, есть правила Вот их надо соблюдать Извольте уж, пожалуйста Это же продукт питания Я понял Хорошо Алексей спрашивает Кофеин в Москве пруд пруди Чего рынку-то не хватает? Не сложно ли вам будет развивать новый проект? Да и старые партнеры не будут ли мешать? Они понимают, насколько вы серьезная команда И серьезный менеджер Ну, видимо Ань, в твою сторону Кофеин в Москве недостаточно Во-первых Кофе нет Во-вторых Кофеин с хорошим кофе По пальцам можно пересчитать И мы всех их знаем Поэтому мы совершенно не боимся Более того С тем опытом, который у нас есть В ведении бизнеса Мы уже просто очень много знаем Тех ответов С которыми сталкиваются люди Которые только пришли в этот бизнес Поэтому я совершенно ничего не боюсь Я не собираюсь открывать Сто кофеин в Москве У меня нет такой задачи А сколько? Я хочу в этом году Открыть там 3-4 бри-бара Да Ты так сказал романтический Там вот ты выходишь из дома И бри-бара Я состарюсь, пока ты с моим домом рядом А мне кажется, вы в центре живете Ну, я живу в центре Ну, видите, значит, встретимся И я хочу открыть сеть кофейно-чайных магазинов Вот они будут на каждом шагу Кофейно-чайные магазины Мы очень быстро откроем Будем продавать франшизу Потому что сами просто можем все не успеть Вот Это мы сделаем очень быстро И кофейный магазин будем открыть по всей России Вот И очень скоро Любой человек в этой стране Сможет домой себе Купить хороший продукт Мы сделаем его доступно Сделаем его доступно Ну, то есть, это будет возможность Там, да, купить хорошее зерно Хорошие чайки Приборы И не надо будет ехать за 3-9 демель К вам домой Чтобы в прибар зайти Можно будет рядом с домом купить Мне там будет точно не надо Хорошо Юля спрашивает А сколько должна стоить Сколько должна стоить Кружка кофе Вот справедливая цена Про которую мы говорили В Европе цена на капучино От Ну, до полутора евро У нас же можно найти Рублей под 400 А скажите, какая на ваш взгляд Адекватная цена Прямо по позициям Эспрессо капучино Латте Свежесваренный Давайте я вам сначала скажу Какая аренда в Европе Аренда в Европе За там 100 метров Будет там 4-5 тысяч евро В центре Флоренции Я недавно узнавала Я хотела там открывать кофейню А у нас Я цены вам называла Поэтому понятие Справедливая цена Не существует Это все-таки бизнес-модель И рынок диктует Определенное ценовое Пенсионирование Если мы будем продавать вам Капучино за 1000 рублей Скорее всего Вы к нам не придете Но если вы готовы платить 400 рублей Будет странно Если с вас его не будут брать Себестоимость Если вам интересно Зависит от молока Вашего капучино Почему? Потому что Капучино Там стандартного размера 180 миллилитров Там будет 30 миллилитров Кофе А все остальное Извините молоко Если мы покупаем домик в деревне Одна себестоимость Если мы покупаем Там дорогое итальянское молоко За 120 рублей литр Другая цена Хотите? Вы можете посчитать Никакого секрета здесь нет Все цены довольно прозрачны Но справедливая цена За то что вам От человека обучили Он готовился Он работал Ему надо заплатить зарплату Аренду Свет Еще много всего чего есть Что в эту справедливую цену Должно входить Вопрос в том Что кофейни На самом деле Ну рентабельность Ну не знаю 18% Это что много? Нет немного Несмотря на то Что капучино там может Стоит 400 рублей Да Соглашусь вполне Действительно В Москве Ценообразование Больше На ценообразование влияет Не столько себестоимость продукта Сколько аренда Зарплата Эти вещи Которые в Москве Одни из самых дорогих В мире Другое дело Что я считаю Что когда вам заваривают Робусту Или арабику Ужасную С дефектами И вообще отвратительной Подают ее кое-как Вот тогда платить И 100 рублей И 50 рублей Не нужно Потому что Это того не стоит Это совершенно другой вопрос И слава богу Что у Ольги Другой минус Счет Потому что Она в перерыве Говорила Что кофе Недооцененный Напиток И он должен стоить дороже Кофе сам по себе Себестоимость продукта Вот они сказали Она не сильно влияет Потому что у нас много Других факторов Но кофе сам по себе Действительно Недооценен Что ты имеешь ввиду? Я имею ввиду Что мы должны платить Да Мы должны за килограмм Обжаренного зерна Платить больше И за чашку Соответственно Должны просить больше Просто потому что Очень много труда Вкладывается И вот если сравнить Все всегда кофейщики Сравнивают дело с вином Вот мы тут выпили На выходных Бокал вина за 30 долларов Обычного вина На самом деле Такого совершенно простенького За кофе Мы не можем себе позволить Дать таких денег Хотя труда В него вложилось Ну не меньше Как минимум не меньше Да Как минимум не меньше То как его Вообще Каждая цепочка И на каждой Каждое звено В этой цепи Оно должно получать Больше денег Чем оно получает сейчас И в первую очередь Должен получать Больше фермер Потому что сейчас Вообще они там Конечно несчастные Без интернета сидят Я понял Иван задает вопрос Уже не успеваем Мы на него ответить Но я хотя бы Его зачитаю И философски Оставлю на Конец программы Скажите Вы так много говорите Про качественный кофе Про то что Персонал не так много От персонала не так много Зависит Объясните В кофехаузе Выходцы работают В основном из Средней Азии Стоит ли заботиться о качестве И прочих вещах О которых вы сейчас рассказываете Вот мы поэтому и ушли Открытками Отлично Оль Ну слава богу Не зря вас позвала Спасибо большое В гостях у меня Были Анна Спасмана И Ольга Мелик-Каракозова Которым я желаю Удачи в их новом проекте Бабушка Бэтмена Черт доживут Лежит понедельника Это была программа Рестораторы Спасибо что пришли До свидания Попрощайтесь Хоть со слушателями До свидания Да-да-да Мы еще в эфире До свидания Вы же через неделю Левицкий Дмитрий и Рестораторы Не хворайте